Крайон. Сильное послание от Галактики. 30 августа 2023 года. Медитация Моники Муранье. Просто найдите минутку, чтобы войти в центр своего существа, вдыхая и выдыхая, просто позволяя полноте дня окутать вас, окутать как прекрасный плащ, любящими объятиями, объятиями семьи, объятиями духа, объятиями вашей готовности и вашей любви к себе и друг к другу. И когда вы следите за своим вдохом и выдохом, почувствуйте эту мягкость в своем сердце, говорящую «да» любви, говорящую «да» доброжелательным переменам, с изяществом и легкостью, говорящую «да» поддержке, преобразованием, перекалибровке, чтобы вы могли становиться все более и более сияющими маяками света и любви, ради чего вы пришли сюда. К район Ли Карл. Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из магнитной службы. Это пятое сообщение, дорогие мои. Мы говорим о том, через что проходят старые души. Мы говорили об изменениях. Это причина, по которой мы здесь, чтобы мы могли попытаться раскрыть то, через что вы проходите, через что вы можете пройти, через что проходят другие люди вокруг вас. Это переходный возраст. Мы говорим о переходе от старой энергии к новой. И вокруг этого есть много метафор. Эта энергия действительно энергия всего человечества. Сейчас закладывается потенциал для перехода от старой парадигмы гуманизма к новой. Вы уходите от старой энергии, которая просто не менялась в течении эонов, и эонов, и эонов лет времени. И вдруг, в течение нескольких лет, она начинает создавать новые парадигмы существования. Вы можете это представить себе в виде железнодорожных путей. Вот об этом мы и хотим поговорить. Старые души, каждая из вас индивидуальна, и вы по-разному реагируете на этот переход. И очень сложно создать сообщение, которое, возможно, было бы общим для всех. Это просто невозможно. Много-много лет назад была написана пятая книга Крайона. Она рассказывала о путешествии человека с семью ангелами и называлась «Путешествие домой». Мы говорили вам, что это книга-роман, рассказ. Других подобных историй не было. В этой истории мы рассказали вам, что абсолютно все, что пережил герой по имени Майк Томас, все это было метафорой чего-то общего. И вам предлагалось прочитать книгу с интуицией, но вот о чем я вам не сказал, что вся книга – это история о человеке и его изменениях, и через что ему пришлось пройти, превратившись из прекрасной старой души, которая была очень довольна и счастлива тем, кем она была, в просветленную душу, которая полностью осознала, кем она была. И все события, которые произошли в книге, одно за другим были предвестниками информации, знаний и мудрости о переходе. Для Майкла Томаса одним из самых сложных моментов было освобождение от своего багажа. История гласит, что ангел, с которым был Майкл Томас, который любил и ценил его, посмотрел на Майкла Томаса и сказал, «Я не мог не заметить, что ты носишь с собой какой-то багаж». И ангел сказал, что этот багаж может вывести его из равновесия, потому что действительно, перестроив и переделав себя до такой степени, Майкл принял некоторые дары и инструменты, которые были новыми, и которые он носил с собой, но он не сможет использовать их, если будет носить свой багаж. Тогда ангел сказал, «Отпусти его, позволь мне взять его и подержать для тебя. Я буду идти рядом с тобой, позволь мне нести его для тебя». Но Майкл Томас отступил назад и сказал, «Не трогай мои вещи». И вышел за дверь, и ангел, зная, что будет дальше, но не сказал ни слова. Дорогие мои, вы должны знать, что красота свободного выбора для человека означает, что вас не будут упрекать, вас не будут отталкивать назад, вам не будут говорить, «Не делай того, не делай этого». Этого не будет, потому что как только ваш выбор сделан, вы сможете отправиться куда захотите. Майкл пошел и столкнулся с бурей, и эта буря действительно заставила его сделать свой выбор. Он мог оставить свои вещи и быть уничтоженным бурей, поскольку ураган был огромной силы, или он мог отпустить свой багаж и выжить. Это метафора понимания и пробуждения к новым истинам. Он не собирался умирать, он просто не смог бы двигаться вперед в новой парадигме, если бы не оставил свой багаж. Как гласит история, Майкл Томас действительно оставил свой багаж. В этой истории багажом у него были личные вещи, которые он хранил, которые были дороги ему самому, а также истины, которые он облег, метафорические вещи, которые он повсюду носил с собой. Он бросил свой багаж, и как будто этого было недостаточно. Буря разорвала его на части. Майкл видел, как все это разлетается на куски и остался, казалось бы, ни с чем. Согласно истории, некоторое время Майкл злился на Бога. Позже он обвинил Ангела в том, что у него был сценарий или система, которая гласила, «Да, я вижу, как все устроено в этой волшебной стране, и если я не сделаю то, что ты велишь мне, то все равно ты сделаешь это со мной». Он был в ярости. И ответ Ангела на это обвинение был следующим. «Майкл, ты спрашивал, кто дал разрешение забрать твою ношу?» Ты сам дал это разрешение, когда решил отправиться в это путешествие, назвав себя пробудившейся старой душой. Каково определение плохих вещей или трудностей в этом путешествии? Именно об этом мы сейчас поговорим. «Майкл Томас оставил свой багаж весь и сразу. Некоторые из вас не делают этого. Некоторые из вас очень привязаны к определенным вещам. И вы обнаружите, что вы оставляете одни вещи и не оставляете другие, потому что вы все еще не находитесь в равновесии, дорогие мои. В этой комнате прямо сейчас есть те, кто отпустил многое, но не все. Есть те, кто отпустил все, а есть те, кто не отпустил ничего. Это не меняет того факта, что вы старая душа, сидящая здесь или слушающая это с полным знанием о переходе. Теперь я хочу довести это до понимания. Я хочу начать детализировать некоторые вещи. Коротко, небольшой список, но такой важный. Некоторые вещи вы уже слышали от меня раньше в разных вариантах, но теперь я собираю их воедино. Старая душа, освобождение, изменение. Что действительно необходимо для того, чтобы двигаться вперед? И в процессе я скажу вам, что этот список непростой. И в тех проблемах, которые я вам перечисляю, всегда есть решение. Всегда. Но это сложно. Поэтому некоторые из вас говорят, я вроде бы как освобождаюсь от вещей, но я буду держаться за них. Мой партнер рассказывает свою историю о том, что он оставил, но все это время он держался за одну из них. А потом случилась буря, которая заставила его оставить и эту последнюю вещь. Дорогие мои, вам не нужна буря. Если вы внимательны, вам не нужна буря. Буря – это то, что дух создает вместе с вами по вашему свободному выбору, в которую вы вступаете, и синхронистичность приносит ее, чтобы вы получили больший опыт. Когда окажетесь по другую сторону буря, когда вы проходите через тьму и выходите исцеленными, вещи, о которых вы, возможно, даже не думаете, требуют освобождения. Так что давайте сделаем то, что наяву 3 плюс 3. Я дам вам 3 атрибута, которые некоторые из вас уже слышали, но которые имеют первостепенное значение. Вещи, которые старая душа должна понять – это освобождение. Это то, что на самом деле будет вести вас вперед. После того, как Майкл оставил свой багаж, он изменился, и эта трансформация произошла, потому что внезапно он стал открыт для некоторых других вещей, для которых он никогда не был бы открыт, пока держал свой багаж. Итак, тройка, вторая тройка, и некоторые вещи будут иметь значение, чего ожидать и к чему нужно двигаться. И вот они. Дорогая старая душа, я бы хотел, чтобы ты отпустила все, к чему тебя учили до сих пор. Зачем? Дорогой краен, ты с ума сошел? Меня усердно учили мои родители, моя школа, все, все, все. Теперь давайте проанализируем это. Все, что вам давали и чему учили, было основано на том, как все работало в старой парадигме, которая сейчас меняется. Я хочу, чтобы вы смогли отбросить все, чему вас когда-либо учили. Мы уже говорили вам о том, что это будет трудно даже слышать. Вы можете захотеть отбросить, но это почти как предательство по отношению тем, кто вас этому учил. И будь то любящий родитель, будь то друг, учитель или школа, вы должны быть готовы отказаться от всего, чему вас когда-либо учили. И аргументация опять же такова, что это было хорошо для того времени, когда это было, когда это преподавалось. А теперь вы собираетесь вступить на новую планету. Вы должны быть готовы. Трудно, сложно, сложно и очень даже выполнимо. Может ли быть труднее? Да. Номер два. Все, что вы узнали для себя, что работает на вас, в старой энергии, является вами, а вас и определяет вас. Отбросьте это. Вы не сможете выжить в новой энергии, если вы определили себя в старой энергии. И не несите в себе остатки этой энергии. Отбросьте ее. Идите свежими, без какого-либо багажа знаний, о том, что вы считаете правильным или неправильным, истинным или ложным. Потому что это будет отменено, поскольку вы переходите в парадигму света. Дорогие мои, буквально все, что вы пережили до сих пор, происходило в темной комнате, где вы даже не могли видеть друг друга. Вы должны были чувствовать то, что происходит. И это приводит к определенным выводам, основываясь на чувстве того, что происходит. Вы даже не могли видеть друг друга. И теперь вы выходите в свет, где учитесь согласованности. Вы учитесь соединяться со всеми сердцами. Вы учитесь вещам, которых тогда не существовало. Новые инструменты вместе с теми, чему вы научились во тьме, не будут работать, когда вы выходите в свет. Это трудно. Но также я могу сказать, что многие из вас слушают, анализируют, когда это будет сделано, будет готовность шагнуть в новую жизнь, на новый путь. Это не обязательно должно сопровождаться бурей. Итак, насколько вы готовы отпустить? Если вы будете держаться этих старых вещей, то, скорее всего, вас ждут новые испытания. В этом и заключается красота духа. Любить вас настолько, чтобы дать вам возможность выбора и немного подтолкнуть вас, чтобы вам было трудно, возможно, оставив эти вещи вместо того, чтобы просто оттолкнуть вас, сказать при этом, ну, этот человек ничего не собирается делать. Давайте перейдем к следующей старой душе. Дух так не поступает. Любовь Бога гораздо больше и величественнее. Это подтолкнет вас на всю вашу жизнь и напомнит вам о багаже, за которой вы цепляетесь, потому что дух знает, кем вы станете, если отпустите свои вещи. Вы выходите в свет, вы живете дольше, вы не беспокоитесь о вещах, вы не берете на себя проблемы других людей, вы сострадаете. Это совсем другое тело. Номер три. Вы можете подумать, что это не очень сильно или робко звучит по сравнению с двумя другими, но я хочу, чтобы вы перестали решать, что о вас думают другие, потому что все меняется в этой новой энергии. Будет большее принятие эзотерических истин и это тонкое дело. Но когда вы начнете рассказывать людям о том, чем вы увлекаетесь и во что верите, я хочу, чтобы вы наблюдали. Вместо того, чтобы отвернуться, закатить глаза или рассмеяться, они подойдут к вам чуть ближе и скажут «Расскажите мне еще немного. Знаете, у меня было какое-то предчувствие по этому поводу». Теперь я хочу, чтобы вы отбросили реакции старой энергии насчет того, кто вы есть и стали думать по-другому. Когда вы представляете свет и честность людям и то, во что вы верите и чем увлекаетесь, я хочу, чтобы вы увидели их реакцию, потому что очень многие из них теперь подойдут немного ближе к вам. они не отворачиваются и не уходят, они подходят чуть ближе и говорят «Знаете, я это уже слышал. Расскажите мне подробнее, о чем я вас попросил. Я попросил вас отпустить историю о том, как с вами обращались». Это тяжело, это трудно и знаете почему? Потому что с вами так обращались на протяжении веков и это в ваших хрониках Акаши. Это автоматическая непроизвольная реакция, что подумают люди. Внезапно вы выходите в свет то, что мы называем полем и это влияет на человечество и это может не затронуть их так, что все они начнут пробуждаться к новым истинам, но я скажу вам, они гораздо больше начинают воспринимать, когда слышат вещи, которые перекликаются с истиной, чем когда-либо прежде. Итак, давайте назовем эти три основные вещи, от которых нужно отказаться. Есть еще кое-что, но если бы вы могли отказаться от этих трех, дорогие мои, все остальное стало бы проще. И чем больше вещей, от которых вы отказываетесь, тем легче. Как насчет того, чтобы отказаться от всех трех одновременно? кто избавит вас от многих разочарований? Когда Майкл Томас оставил свой багаж, все перестроилось и началось обучение с этими семью ангелами. Ему пришлось пройти через это, прежде чем он смог начать воспринимать то, чему они обучали. Некоторые из вас приверженцы Нью Эдж, метафизики, эзотерики, последние годы работали с определенными инструментами и независимо от того, являетесь ли вы читателями или целителем, вы знаете, что некоторые из этих инструментов сейчас работают не так хорошо. И поэтому то, что мы говорили в прошлом, мы повторим еще раз, даже до того, как перейти к следующим трем. Вы должны отбросить знания о том, что должны были делать старые инструменты. Как это сделать? Ведь оно осталось навсегда. Я хочу, чтобы вы отбросили представление о том, что они вам нужны. И причина в том, что новые инструменты уже в пути, и новые инструменты не будут похожи на старые. Забудьте о старых инструментах. Иногда новые инструменты будут делать то же самое. Они даже могут быть немного похожи на старые, но они будут неэффективны вдвойне. Помните, что при свете разница метафорически в том, что теперь вы можете видеть другого человека, вы можете настроиться на него, вы можете соединиться сердцем, у вас может быть слияние энергии, которого вы не могли бы достичь при тьме. Поэтому новые инструменты будут совершенно другими, потому что вы находитесь на свету, вы можете видеть. Не паникуйте, если старые инструменты больше не работают, и то, что мы уже говорили, бесчисленное количество раз, зависит от вашего жизненного пути, зависит от того, как быстро вы их получите, от синхронистичности того, кого вы встретите, чтобы помочь вам с ними, от того, насколько эффективными они будут. Старая душа, использующая старые инструменты и привыкшая к ним, будет нетерпеливо постукивать пальцем по ноге все это время и говорить, привнесите новое. Я очень терпеливый человек, но давайте уже что-то новенькое. Будьте терпеливы. Возьмите небольшой отпуск, потому что вам это понадобится. Впереди работа и новые инструменты, как бы вы их не называли. Способность видеть, читать, писать, идти, делать, исцелять, быть, балансировать, любить. Вот те инструменты, которые приходят, которые вообще не имеют ничего общего со старыми. Ничего. Вы будете заняты, искры будут появляться одна за другой, последние три связаны с принятием перемен. Это трудно для человека, тем более для старой души, которая имеет богатые вековые хроники Акаши. Есть определенные вещи, против которых человек возражает, на которые он реагирует, все то, что человек делает, основываясь на прошлом опыте. Номер один. Принятие перемен, принятие новых инструментов, принятие новых способов. Вы можете это сделать? Одно дело оставить свой багаж, но вы будете искать то, что оставили? Крайон смеется. И это то изменение, о котором мы хотим, чтобы вы узнали. Рядом с вами ходит ангел со всеми сумками, которые вы оставили. Если вы захотите, то можете вернуть их снова. У вас есть свобода выбора. Мне не следовало вам говорить, что это означает, но они на самом деле не исчезли. Эти вещи, которые, как вы говорите, вы оставили, действительно не исчезли. Они часть вас, они всегда будут. Отпускание их на самом деле это метафора, которая говорит о том, что ваша психика и то, что вы познаете полностью очищены, и вы готовы к новому. Готовность к новому это хорошее утверждение, пока это новое не появляется. И вы говорите нет, нет, Крайон смеется. Таков человек. И чем старше вы становитесь, тем хуже. И причина действительно в том, что вы воспринимаете перемены как что-то трудное и неподходящее для вас, потому что вы закрепились в своих привычках. А что если некоторые перемены связаны с тем, что это не устраивает вас? Это то, что вы должны преодолеть. ты можешь научиться чему угодно, дорогая старая душа. Честно говоря, ты пережила столько перемен. Ты была там, когда было изобретено все, что ты сейчас используешь. И теперь пришло время взглянуть на это снова. И вот оно, против чего вы возражаете. Что не будете делать? Что для вас слишком ново? Что вы поручаете молодым людям, за которыми будущее человечество? А вы говорите, ну, это не для меня. Это только для детей. Не понимая, что это будет будущее человечества. Появляются инструменты, которые свяжут вас с другими людьми, так как вы и не мечтали, которые на самом деле позволят исцелять на расстоянии, соединять энергии, соединять сердца, обеспечивая согласованность действий. Как бы вам понравилась ситуация, когда вы могли бы иметь всемирную согласованность с помощью устройства, когда все одновременно смотрят на вас, а вы смотрите на них. Если вы думаете, что для вас это слишком космично, то это уже на подходе. Что если мир ожидает это? Потому что наука показывает, что это работает, и что даже молодые люди обратятся к этому и скажут «Time out», время для сеанса согласованности. И все посмотрят на что-то, о чем я пока не собираюсь вам рассказывать. По-вашему, это смешно? Это приближается. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это по-другому. Примите новые вещи. Номер два. Я говорил вам об этом еще по меньшей мере четыре раза. Это одна из самых трудных вещей для перемен вашей психики. Не позволяйте прошлому диктовать будущее. А вы это делаете. А делайте вы это потому, что просто так все устроено. Вы привыкли к тому, как все работает. Некоторые из вас настолько цинично относятся к тому, как это работает, что ожидают, что это не удастся. Вы ожидаете неблагополучного результата от определенных вещей. И вот опять эти вещи. Вы смотрите на них и весь ваш мозг говорит опять провал. А как же новая энергия и свет? Не позволяйте тому, что произошло в прошлом, накладываться на светлое новое будущее. Вот вы говорите, ну вот, это происходит снова. Вы ошибаетесь и это останавливает вас. будут происходить вещи, которые имеют остатки прошлого, пока это не очистится. Будут вещи, которых вы не ожидали, вещи, которые будут очищаться и работать по-другому. И вы даже не поверите в это. Так не должно быть, может вырваться у вас. Например, знаете ли вы, что уже сотни лет политика существует единственным способом, и вдруг на свету, но не так уж и заметно, все начнет меняться. Возможно, даже появится честность. Может быть, даже будет разум, сострадание и даже здравый смысл, чтобы выбирать лидеров иначе, чем это было раньше. И все же найдутся те, кто скажет, это невозможно. И в конечном итоге все будет так же коррумпировано, как раньше. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Вы не можете вынести разочарование прошлого или даже человеческой природы как таковой. Вы не можете перенести это в будущее, потому что все начинает меняться. Следите за тем, как вы думаете об этих вещах, когда какие-то вещи всплывают в новостях или где-то еще. И они кажутся совершенно непохожими на то, что было раньше. Люди склонны говорить, ну это не продлится долго. А когда это происходит, вам приходится над этим задуматься. Можете ли вы посмотреть на это свежим взглядом? Можете ли вы сделать аффирмацию, которая бы гласила, я ожидаю только благожелательных изменений. Мудрость начнет развиваться в тех вещах, в которых ее раньше не было. Я ожидаю, что перемены будут благожелательными. Я не ожидаю, что будет так, как было. И я собираюсь сделать все возможное, чтобы спроецировать позитивные моменты во все, что я увижу в будущем. Это был пятый номер. А теперь последний, шестой. Изменение, которое может показаться не таким уж сложным, но это так. Это тема дня. Я хочу, чтобы вы научились расслабляться вместе с жизнью. Сможете ли вы это сделать? Потому что, дорогие мои, я повторяю еще раз два шага вперед, один шаг назад. И когда этот шаг назад пройдет, монстр по имени страх захочет скрыть все, что вы когда-либо делали хорошего. Он хочет, чтобы вы забыли о свете и вернулись назад во тьму. Это займет некоторое время. Конечно, будут разочарования, будут трудности. не позволяйте им сбить вас с пути этого прекрасного поезда, на котором вы находитесь. Понимаете? Уразумейте два шага вперед, один шаг назад. Два шага вперед, один шаг назад не будут линейным восхождением по лестнице просветления для человечества. Это затронет одних, а другие не смогут оставаться в поезде. Это уже происходит. Некоторые увидят это и скажут, для меня это слишком сложно. И я не с вами. И все это время я прошу вас расслабиться. То, чему вы научились сегодня и вчера и позавчера, является целенаправленным для того, чтобы согласовать сердца. Процессы согласования между людьми, как групповыми индивидуумами, в двойках и четверках будут иметь решающее значение. И вам придется практиковать это, чтобы оставаться уравновешенным. Не нести проблемы друг друга, не делать их своими, не позволять им перегружать вас и приводить в упадок. Это равновесие необходимо для того, через что предстоит пройти Земле. Два шага вперед, один шаг назад. Сможете ли вы это сделать? Теперь, когда вы получили информацию о том, как это работает и о том, что вас ожидает, заметили ли вы это учение краюна становится более конкретным? Все эти годы, вплоть до 2012 были подготовкой к тому, чтобы вы узнали, кто такой краюн, о целостности, красоте и любви, которую я питаю к человечеству. Теперь начинается учение. Чтобы провести вас через переход, дорогие старые души, чтобы вы поняли, что происходит и почему это происходит, положите руку на область сердца и будьте спокойны, осознавая, что вы существуете не просто так. Вы свет этой планеты. Не позволяйте никому погасить его сомнениями или страхами в отношении того, кто вы есть и что вы делаете. И на сегодня этого достаточно. И это действительно так, краюн. КОНЕЦ